С вами будем говорить о новой концепции в C++ в отношении к тому, что вначале туда закладывал Берн Строуструк. Берн Строуструк сделал C с классами, то есть к языку C позволит внутрь структур делать методы, ну и решена проблема с вызовами подметодов у подкласса. То, что мы с вами в прошлый раз виртуальными методами эту проблему решили. Я рассказал о том, как именно это решено, как может быть решено, потому что в принципе существуют и другие методики для этого решения. Можно себе представлять именно такую техническую реализацию. В любом случае, когда у вас начинается виртуальный метод у первого класса, у всех его потомков, соответственно, вызов будет по сути идентифицировать, какой именно класс из вот этого семейства. Значит, есть еще, это все относится к объектно-ориентированному программированию. Однако в языке C++ есть такая концепция, такая парадигма в него заложена, которая не относится напрямую к ОПЭ. Это обобщенное программирование. Обобщенное программирование. В чем оно состоит? Пока что у нас есть возможность реализовать полиморфизм. Ну, каким способом? Полиморфизм в смысле C++. Это много разных функций с одинаковым именем. Но в любом случае компилятор на этапе компиляции должен четко выбрать одну из них. То есть это такой полиморфизм. Все равно нам все функции реально надо брать и прописать. Причем каждую по отдельности. Вот представим себе такую ситуацию, что мне надо сделать функцию модуль числа. Что я делаю? У меня будет функция модуль числа для целых чисел, для int. Да, вот я делаю функцию int abs. Единственное, что функция abs, она, естественно, уже есть в C. Да, поэтому, ну, my abs, может, я не знаю. Но я буду называть, как будто я не подключался тогда на библиотеку. И вот пользуюсь сам, ввожу этот предприниматель. Int abs, да? Int abs от int x. В чем состоит модуль числа для целого числа? Да? Нужно, соответственно, если у меня x больше нуля, да? Если x больше нуля, то вернуть просто x. А иначе вернуть минус x. Да? Ну, понятно. Простая, понятная функция. Однако, эта функция должна быть скомпилирована. Да? В нее заложен сколько-то байтный int. Допустим, 4 байт. Ну, в общем, сколько у компиляторов под int заведено. Да? То есть для этого вида intов, для этого вида заложен. А если мне нужно, чтобы у меня была какая-то переменная, более короткая, например, short int. Ну, а short int. Допустим, 2 байт. Ну, не обязательно с intом одинаково разборчиваться. Подать могут совпадать. Вообще плохо пользоваться intом, я вам говорил. Лучше пользоваться другими типами. Ну, сейчас не они кричьи. Значит, мне придется писать вторую копию этой функции. Понимаете? Вторую копию. В которой я напишу, ну, я вот тут вот это напишу. Ну, например, short int x. От short int x и в ней написать, если x больше нуля, то торгнуть x. А иначе, а иначе, а иначе, возьмусь минус x. Хорошо. Решили вопрос с short int or. Я перенесу немножко. Short int x. Но у меня, оказывается, еще было число с плавающей точки. Да, это при компиляции, это разные функции. Да, у них заголовки похожи, но разные. У них сигнатуры. В сигнатуру входит не только имя, да, а еще и параметры типов. Возвращаемый тип. Ну, в общем, в зависимости от того, что я ей буду давать в качестве параметра, она будет возвращать соответствующего типа перемен. Понятно? То есть, дал int, она вернет int. То есть, диспетчеризация будет происходить в момент компиляции. Понятно, да? Вот когда компилируется, компилятор смотрит на параметры и выбирает или одну, или другую. В то же время, я нуждаюсь еще и в вещественной, да, с плавающей точки. И я пишу double abs, double x, да, и если у меня x больше нуля, да, то return x, да, а иначе вернуть к минус x. И вот в этот момент, да, я получил три функции. Они являются, ну, у нас, ну, у нас перегрузка функций, да, реализуются. Компилятор будет внимательно смотреть на тип параметра и разбираться, какой же из них реально вызов, какой встраивать, да. Но доколе же можно это писать? А если у меня еще появятся типы? Это же можно сделать класс числа и сделать, ну, собственно. Класс числа, то есть класс делать иерархию классов чисел. Да, есть такие языки программирования, где объектно-ориентированное программирование вшито в язык. А надо сказать, что базовые типы, int и short, int и double, они никак, нет иерархии чисел никакой. Да, то есть это базовые типы, они не объектные. Вот. Ну и, соответственно, а так, да, можно было бы виртуальный метод, а как туда пристыковывать его как метод? Если бы я был создателем чисел и apps было бы не моей нагруженной функциональностью, да, а исходной функциональностью этого класса, то да, хорошо. Этих классов. То я, как разработчик этих классов, могу встроить виртуальный вообще могу сделать метод. Не виртуальный, если у меня на уровне статическом, да, нужно разбираться. Или виртуальный, чтобы прямо в момент выполнения он нашел нужный apps. Я бы вызывал x.apps, отлично. Шаблон какой-нибудь сделать. О, люди знают уже, да. Так вот, ответ такой. Ответ на это такой. Но вы можете сказать, как это было хорошо в питоне. Понимаете, вот взял функцию, да, записал dev apps от x. Тип указывать не надо. Тип возвращаемого значения указывать не надо. Что вернул, то вернулось. Там же вообще был полный бардак. Можно вернуть один раз одно, одного типа, другой раз функция, другого типа возвращаем. Когда что хочет, то и возвращаем. Ну что я говорю? Взял и говорю, если у меня x больше нуля, то вернуть x, ставить равный x. Вот то же самое. Да, но там я возвращаю автоматически значение того же самого типа. Точнее, как сказать. Мне требуется от x, помните, утирная типизация. Требуется от x сравнимость с нулем. Ну, строки, например, сравнимы друг с другом, а с нулем сравнивать строки нельзя. Да? Дальше, что мне требуется. И унарный минус. Вот здесь вдруг, ну, может быть, для какого-то типа существует. Ну, я изобрету такой тип. Сравнимость с нулем, он может быть сравнен с нулем, да? А унарного минуса нету. Ну, нельзя мы это вызовем. Но если обе эти операции определены, то питом тупо возьмет и вызовет и вернет. Да? Но это было просто. А в C++ у нас возникает проблема. Проблема того, что нам каждый раз приходится реальный тип прописан. Понятно, да? Таким образом, или мы обязаны будем встраивать через виртуальные, прямо вот дописывать классы, менять классы, то есть нагрузить сверху вот такую универсальную функцию, не получается. Но, тем не менее, вот это вот самое парадигма обобщенного программирования. Она решает эту проблему. Решает она ее как? Надо понимать, что C++ капилируемый язык. И в реальности эти функции будут нужны. В момент, если я ее пользуюсь, то они мне понадобятся. Понятно, да? Вот, но давайте пока от них как бы мысленно уйдем, а вместо них в программном коде напишем вот такую штуковину. Я напишу. Темплейт. Темплейт. Дальше скажу. В угловых скобках. TypeNameT. Затем, в следующей строке я начинаю писать не функцию, но шаблон функции. То есть я вот здесь вот эти вот подготовил, что сейчас будет шаблон, а не функция. И слово T, это что такое? Это T большое переменное типа. Ну да. Это как бы некий тип. Какой именно, я пока не знаю. Но какой это тип. И тут будет прописано что? Что у меня функция? Возвращает тип T. Называется EMS. Принимает переменную типа T. Да, тут есть некоторые тонкости. Возвращает, когда возвращает T, а принимать. А я же не знаю, может это будет большой тип, небольшой. Да и вообще у меня, может по ссылке его лучше. Да, принимать. А может по константной ссылке. Но тонкости, давайте сейчас пока их пропустим. Я передающим конструктором их принимаю. Просто TX. Ну, в общем, мысли тут могут возникнуть. Предприниматель по константной ссылке. Ладно. Дальше. Я описываю тело функции так, как я его и описывал. То есть, все то же самое. Если у меня X больше нуля. Return X. Точка с запятой. Else. Return. Минус X. Вот так вот. А теперь важный момент. Что это такое и чем его и для? Если я внутри, в теле программы. Вот давайте я тут напишу. Тело программы. Int main. Я в теле программы. Воспользуюсь этим EPS для того, чтобы, ну там, взял EPS от минус 5. Ну, константы по умолчанию имеют тип int. Поэтому, что? Что у меня получается? То есть, я в функции main хочу вызвать функцию EPS для int. Поскольку вот этих всех описаний я не пишу, а написал только вот это. Да? То возникает вопрос. А можно ли? И компилятор, компилятор осуществляет попытку подставить вот этот тип, с которым вызвали этот шаблон функции, подставить его, собственно, в шаблон. То есть, он пытается инстанцировать шаблон. Инстанцирование шаблона. Что это такое? Это создание конкретной специализации шаблона. Точнее, давайте конкретное слово в другом конкретное. Создание специализации шаблона с конкретными значениями параметров. При этом у шаблона параметры могут иметь тип, тип. Ну, то есть, параметр может быть имя типа, да? То есть, его, какой тип этого параметра т, какого он типа? Он типа пользовательский, ну, какой-то тип. Понятно? Его тип type name. И это именно происходит на этапе компиляции. То есть, у нас в процессе компиляции, ну, у нас, да, я напоминаю, компиляция состоит из чего? Вот у нас есть припроцессинг, да? Припроцессинг. Есть, да? Дальше у нас идет что? Компиляция. Ой, я обычно не так писал, наоборот. Это был... Я сейчас этапы рисую. Я спирать слово не буду. В общем, есть исходный файл. Не так пишу. Есть исходный файл 1.cpp, да? И припроцессинг это то, что его преобразует в временный файл, там, не знаю, 1.tmp, назовем, ну, или cpp-штрик, да? Дальше, который поступает на компиляцию. Компиляция, да, и в процессе, в результате этой компиляции получается файл 1.o, да, и потом все объектные файлы у нас компонуются, процесс компоновки, или линковка, компоновка, и получается 1.exe. Ну, или, там, не важно, исполняемый файл 2. Так вот, оказывается, компиляция здесь получает как бы дополнительный этап. Перед тем, как брать и просто функцию сразу компилировать, нужно вначале, вчитываясь в код, найдя, что у нас функции такой еще нету. x, такой специализации, функции такой нет, а, b, такого шаблона, а шаблон такой есть. То есть функции нет, но есть шаблон. Что в этом случае? В этом случае, раз нет шаблона, то как раз мы и займемся его инстанцированием, да? Мы берем его, сделали его инстанцирование. Компилятор пишет функцию сам. Компилятор, да, он на основе шаблона создает функцию сам. То есть, на самом деле, вот эти стрелочки надо было бы как раз в обратную сторону нарисовать, понимаете? То есть компилятор, нуждаясь в функции, создаст ее сам. А мы рассказали ему как. Естественно, что при попытке инстанцирования у компилятора могут возникнуть проблемы. Например, если я попрошу его сделать эпс от, например, строки, да, эпс от, не знаю, какой-нибудь тут, а, b, c, напишем. Да? Модуль от строки, ну, нельзя, да, для него неопределено. Нельзя строчку сравнивать с нулем, например. Да? Да, и там минусы для нее неопределено, отсутствует. То есть он попытается инстанцировать шаблон с типом стринг и вылетит. Понятно? То есть эта проблема останется. Как именно мы это увидим? Мы это, в питоне мы тоже самое видели, но на этапе выполнения. То есть он реально выполняет, пытаясь сделать сравнение с нулем, он с картой, извините, для строки не могу. Здесь же мы получаем эту ошибку заранее на компьютере разработчика, а не конечного пользователя. И это хорошо. И компилятор вам прямо тыкнет вот в это место и прямо подробно напишет, он напишет, да, cannot, как там, не помню. В общем, не могу сделать, не могу инстанцировать данный шаблон, да, создать его специализацию с типом строка. Стать Т равно стринг. Ошибка из-за того, что у шаблона достаточно длинное имя, оно по сути занимает две строки, это я его разбил на две строки, а так он будет длинной ошибкой написать. Из-за этого ошибки, связанные с шаблонами, могут выглядеть несколько длинно и как будто бы некрасиво. Это неправда. Они, во-первых, очень, несмотря на то, что они длинные, они очень понятны. То есть нужно просто понимать, что да, реальная проблема, она такая и есть. Так, ну что же, с функцией модуля понятно, да? Мы можем сделать то же самое, по сути, что в питоне. Можно написать одну функцию, а на этапе, собственно, когда у нас будет происходить. Их вызов, да, у нас будет уже, там, ну давайте сейчас уберу, это минус 5, а напишу, попробую, минус 2.5. Минус 2.5. Вот у меня произошло инстанцирование. Так вот, во-первых, вот это инстанцирование, которое вот тут написано, называется неявное инстанцирование. Итак, давайте запишем где-нибудь еще. Неявное инстанцирование. Неявное. Неявное инстанцирование. Возможно, только для функций. Возможно, только для функций. Ага, да, это намек. Это намек на то, что, оказывается, можно сделать шаблоны не только функций. Можно сделать шаблоны классов. Ну и сейчас я вам напишу один. Но перед этим давайте, я сказал про неявное, давайте про явное скажем, да? Что такое явное инстанцирование? Явное инстанцирование – это что? Передача конкретных параметров. То есть это указание конкретных значений параметров шаблона. Конкретных параметров, ну давайте просто конкретных параметров шаблона. Ну давайте покажу, я вам это явное инстанцирование. Могу ли я сказать компилятору, что я вот конкретно тут, конкретно сейчас хочу вызвать функцию mc, ту, которая для int. Ну при этом я им передаю double, но это тебя не касается. Вот могу ли я ему сказать, вот именно ту, как… Вот я сейчас теперь пишу, да? Ну мне сюда не буду писать уже, да? Явное инстанцирование в этом, в жизни. Что я еще раз говорю? Вот я хочу вывести, значит, я хочу именно тот самый abs, который для int. И я указываю это следующим образом. Abs, int. Понимаете? Вот такая штуковина. Кстати говоря, как только вот такая вот штуковина будет упомянута в тексте, даже без круглых скобов, без вызова, круглые скобки это вызов, минус 2.5, да, вот как оно там выглядит. Даже без круглых скобов, без вызова, факт ссылки на вот эту штуку, abs, вот int, это уже конкретная специализация, раз. Второе, это автоматически на этапе компиляции запрос на инстанцирование. То есть если такой шаблон еще не был инстанцирован, то он будет инстанцирован в этот момент, для того, чтобы разрешить эту штуковину. И еще, поскольку существует такая штука, как указатели на функции, и вы знаете уже, что они существуют, хотя особо я вас не призываю пользоваться, тем не менее, указателя на шаблон функции не существует. Шаблона нету в момент выполнения программы, шаблона уже не существует. Это важно подчеркнуть и записать. Запишите, пожалуйста. в момент выполнения программы, или во время выполнения программы, выполнения программы, шаблона не существует. Это значит следующее. Если нам не пригодился шаблон, был шаблон себе в библиотеке, был себе и был, но если он не пригодился, то он ни разу не инстанцированный, не породил ни одной функции, он не попал в программу, в экзешник, и в общем, просто нет, да и не нужен, еще и экономим. Понятно? Понятно, да? А вот на такую штуковину, это уже можно на нее указателем сослаться. То есть, если у меня будет указатель на функцию, то он должен сослаться на конкретную специализацию. Ясно? Да, окей. Посмотрите сюда. У меня получается, что ЭПС как бы имеет две скобки, раз скобка и два скобка. То есть, у меня два списка параметров. Первый список параметров шаблонных, а второй список параметров, собственно, для вызова функции. Давайте еще одну функцию пока напишем, какую-нибудь. Но я вам покажу сейчас, что шаблонные параметры, параметры шаблона, не обязательно имена типов. Они могут быть и конкретными просто параметрами, числами. Ну, давайте, например, сделаем такую функцию. Напишем вот такую функцию. Она у нас будет шаблон. Template. Template. Ну, не знаю, как ее. Продуктор назовем ее. Продуктор. О, прошу прощения. Я попарапился название написать. Мне же нужно изучать список шаблонных параметров. Template. Список шаблонных параметров. Значит, тип, для которого он будет применяться, я сейчас как раз писать не буду. А хотя можно и написать. Давайте, наверное, напишем. Сейчас, секундочку. Я не уверен, я могу случайно сделать некомпилируемый код. Не хочется. Я тонкости не чувствую. Значит, Значит, что я здесь делаю так? Я делаю параметр целочисленный. Template. Int. Значит, P, ну, M. int M. Назовем его вот так. А теперь называю его. Он возвращает у меня целые числа. Называется он продуктор, продактор. Этот продуктор получает целое число X в качестве параметра. Вот. Значит, что он возвращает? Он тупо возвращает сейчас у меня M умноженное на X. Это просто в качестве демонстрации того, как можно пользоваться этими параметрами. Но хочешь, что сейчас я еще покажу, чтобы вы понимали до конца вот эти вот суть инстанции. Что я сделаю? Я могу вызвать его следующим образом. Int. main и я запускаю соответственно там Sial например. Sial что? Продуктор 3 в первых скобках а во-вторых скобках 5. Продуктор 3 5. Да? Ну и давайте рядышком еще один Sial продактор 5. 3 Так вот. Понятно, что результат будет 15 и там и там. Однако вот эта тройка да? Он смотрит компилятор смотрит читает текст он видит тут есть шаблонная функция у которой тройка является параметром шаблона. Да? И он компилирует функцию компилирует функцию у которой тройка вшита в ее программный код. Это константа вшитая в ассемблерный код. Понятно? Он вот читает текст дальше. А это значение еще неизвестно он не будет сразу вкомпилировать в код потому что с этим значением эта пункция будет вызываться. А может быть этот шаблон будет вызываться еще много раз другими значениями он не знает. Смотрит дальше читает шаблон продактор 5 и он делает другую функцию в которой вкомпилировано значение 5. Нет это специально безумный пример как так делать не надо но тем не менее маленькие какие-то фишечки даже в этом могут быть. если если я знаю что у меня компилятор является оптимизирующим например то есть он какие-то варианты умножения может выполнять например умножение на 8 на 16 на степень двойки оптимизировать за счет битого воздвига который производится быстрее чем умножение то у меня можно добиться того что какие-то варианты я могу делать в принципе быстрее хотя это конечно все равно извращение давайте еще один момент допустим эта функция продактор она будет у меня сейчас говорящей она будет считать сколько раз ее мы сделали помните мы писали я делал класс который сколько раз его создали в конструкторе он подсчитывал учитывал свой каунтер но по-моему для функции я тоже писал статическая статическую локальную переменную помните вот давайте сделаем статическую локальную переменную static int counter равно нулю и каждый раз когда я вхожу в эту функцию я говорю counter плюс плюс и собственно seout counter ну а потом делаю там return этого m на m что у меня получилось у меня внутрь шаблона заложено статическая перемена нет она же локальная она в глобальном пространстве имен не мелькает так она будет каждой раз создаваться для конкретных она разная для разных то есть она для продактор 3 5 я давайте 3 вернусь для продактор 3 5 там 1 1 счетчик а для продактор 5 3 там другой счетчик то есть я и там и там увижу что функция вызвана 1 раз то есть еще раз запомните когда шаблон инстанцируется создается как бы экземпляр этой функции в сегменте кода который будет уже действующий да да кстати мы можем допустим m какое-то значение свое по умолчанию да да можно кстати можно ну давайте там m равно 2 да называется значение параметра шаблона по умолчанию параметры шаблона по умолчанию вопрос а если мы там и там в угловых скобках напишем 3 он же увидит что у нас уже такая функция создана да но надо сказать что это увидит только в том случае если это происходит в одной и той же единице трансляции то есть компиляция она называется вообще в общем случае трансляция то есть если у меня есть один точка цпп и майлиб точка цпп то для них это будет происходить по отдельности компиляция отдельно происходит из этого возникает такой вопрос один человек ко мне подходил на той неделе рад а нету вот который добрел до шаблонов еще раньше вот и он обнаружил проблему что не получается вписывать тело шаблона вписать в майлиб точка цпп ну помните я вам рассказывал раздельную компиляцию сказал что заголовки функции нужно отправлять в куда заголовочный файл а тела функции отправлять в цппшник библиотеки они там к себе благополучно компилируются да и все окей а оказывается есть проблема что шаблоны функций нельзя отправлять в цппшник их нельзя компилировать отдельно знаете почему в момент компиляции майлиб точка цпп компилятор смотрит ну все прекрасно да есть шаблон но его никто не использует ни одного его инстанса нету да ни одной специализации что в результате компилируется май это main точка цпп да он компилируется из хедра он берет шаблон заголовок шаблон шаблон заголовка может быть можно сделать шаблонный заголовок то есть он смотрит он инстанцирует только заголовок компилятор все нормально он компилирует но в момент компоновки именно в момент компоновки он обнаружил а где же подождите функция понимаете тела функции нету ему нужен конкретная специализация от шаблона с интом или со стрингом с даблом а ее нету никакой ну или есть но не та понимаете поэтому в случае когда у вас библиотека содержит шаблоны то у вас по сути тела шаблонных функций да и тела шаблонных классов они будут где висеть они будут висеть у вас в хедре да и от этого никуда не деться ничего страшного иногда его называют чтобы подчеркнуть что это не просто хедер а это си плюс плюс хедер его называют иногда точка хпп я вот такой видел или х х х вот чтобы подчеркнуть что вот это вот что в си это не надо люди даже пытаться в чистом си вот понятна логика значит что давайте отдохнем а потом про шаблоны классов я вам расскажу зачем они нужны шаблоны классов ну давайте сразу конкретный пример давайте сделаем с вами что вы делали динамический список да делали двусвязный делали хэш таблицу делали ее удобно оформлять как класс но у меня не буду сейчас писать вот это вот с указателями туда сюда еще делаешь очень простую реализацию класса являющегося контейнером класс контейнер то есть класс который может содержать в себе какое-то количество других классов да вот давайте сделаем класс контейнер так ну так давайте я напишу класс контейнер контейнер какой именно я сделаю контейнер стек это понятный контейнер на пуш поп ну и собственно в основном все я сейчас не буду другие там возможности сайз на что у меня должно быть шаблонным собственно хранимый тип правильно я сейчас его организовывать буду на массиве чтобы проще было что я сделаю я скажу слушайте мне маловато места надо все-таки придется мне тут писать ладно не уверенно себя чувствую неожиданно давайте сюда template значит я хочу вам вот что сказать что кроме слова type name для именования имени типа можно использовать слово класс понятно это не значит что я прямо тут описываю класс но почему-то это более популярно иногда эти слова класс и type name как-то разделяют то есть например там где ожидается пользовательский тип там пишут класс а там где стандартный тип там пишут type name вот я не знаю текущее сейчас состояние стандарта может быть как-то это дело тряслось но более популярным является написание здесь слова класс может быть потому что она короче классная но в данном конкретном случае это синоним слова type name то есть это какой-то то есть что это просто какой-то тип и все ясно класс это значит просто type name и так template класс t а здесь я пишу что а здесь я пишу слово класс которое собственно будет создавать мне класс да точнее шаблон класс класс какой stack ну давайте my stack назову его my stack класс my stack что у него должно быть у него должны быть скрытыми указатель на массив динамический у меня будет динамический массив значит типа t то есть t звездочка это у меня будет собственно на p pointer туда я буду класть указатель на начало вложенного массива мне требуется хранитель его размера int этот самый size ну я его обычно называю в этом случае том венкушка это так том называется и мне еще требуется allocated size допустимо максимальный размер да allocated количество аллоцированных ячей вот ну дальше что а теперь публичная часть этого класса я делаю во первых конструктор my stack у которого в качестве параметра будет указываться размер stack который нужно собственно аллоцировать то есть сколько мне нужно аллоцировать ну узнаем int s да ну я могу по умолчанию какое-то число сюда вписать по умолчанию например на 100 экземпляров да делать и этот здесь я делаю что p равно new что новый t в количестве s штук то есть я себе аллоцировал нужное количество ячеек соответствующих u t штук s штук да понятно и что еще мне требуется сказать что текущая верхушка равна нулю так окей конструктор написали такого примитивного stack операция push операция com операция push в качестве метода не надо она у меня ничего не будет возвращать void push void push она потребляет переменную типа t ну правда не сама переменная тут уж я все-таки напишу что можно написать константную ссылку const t амперса кстати этим самым я показываю что с этим t можно распоряжаться как с неизвестным но все-таки с типом можно брать указатель на него можно ссылку константную да то есть я могу так вот написать константная ссылка на пока неизвестный мне тип t вот дальше и называю я ее например x да и что я делаю что я делаю я тело пишу вот тут значит что я делаю я в p по адресу топ кладу значение x а сам топ увеличиваю топ плюс плюс замечательно ну вот так жизнь у меня сложилась что поп у меня сейчас сюда не помещается я захотел вытащить тело функции поп из описания класса во внешнюю среду с обычными классами так делать можно помните их методы тела методов можно описывать мне мне тут надо написать поп можно сказать что я не контролирую allocated я его кстати не сохранил давайте уберем у меня более полной версии там прописано это не принципиально пусть он переполняется себе сам пользователь виноват если слишком много стек напихал ну сейчас не будем этим заниматься значит а что я хочу я хочу вписать в шаблонный класс только заголовок поп да а сам поп написать после описания класса пониже что я делаю я пишу сюда значит что у меня поп будет возвращать тип т да называется он словом поп а передается ему ничего не передается ему да ну все очень просто т поп в круглой скобке точка запятой заголовок поп написан я закрываю описание шаблона класса а теперь это как раз возникает вопрос вопрос первый это понятное дело у меня написано в заголовочном файле который я назову my stack точка хпп вопрос а где я буду писать собственно вот этот вот метод поп ответ в хпп в цпп его выносить нельзя почему давайте я напишу ему а вы поймете почему оказывается для того чтобы его написать придется его писать вот так я должен сказать шаблон класс т дальше что я пишу что я возвращаю тип т а функция называется так называется функция как в начале имя типа а потом имя метода но my stack не является именем типа my stack не является именем типа а нет мне нужно сказать имя типа два двоеточия и поп не пишите пока но my stack не является именем типа почему это имя шаблона а имя типа конкретного типа ведь это шаблон класса а не класс значит его еще нужно штампануть на этапе компиляции я могу запросить эту штамповку каким образом точно так же как у функций но для классов это всегда происходит явным образом то есть мне явным образом my stack с типом t my stack с типом t мне требуется и вот для my stack с типом t который я возьму отсюда из параметров чтобы для него я пишу в его пространство имен пишу функцию поп которая возвращает мне ну она возвращает что return ой прошу прощения return p от минус минус 100 это если коротко и никаких сейчас не будет минус минус уменьшено значение и уменьшает топ понятно а теперь смотри первое замечание поп это не метод поп это не просто функция это не функция прошу прощения это шаблон функция то есть короче говоря методы шаблона класса методы шаблонного классa иногда говорят шаблон класс иногда говорят шаблонный класс так вот методы шаблонного класса являются шаблонами понятно И их лучше писать прямо в его теле. То есть вынос за пределы не актуален, он особенно не нужен, и ничего хорошего все равно не дает. А? Так можно сделать, да. В этом случае я создаю отдельно рядом лежащий второй шаблон, в котором у меня по типу Т будет запрашиваться, собственно, как бы вторичное инстанцирование вот того. То есть, возможно, такая ситуация, когда шаблон во время своего инстанцирования запрашивает инстанцирование следующего шаблона. Понятно? Есть очень простой пример, когда можно факториал вычислить на этапе компиляции. Факториал, ну естественно, от какого-то конкретного числа. При разворачивании шаблона запустить разворачивание шаблона, это рекуррентно. Понимаете? Вот смотрите. Давайте сделаем такой шаблончик. Значит, он никаких параметров, функция с пустыми скобками. Назовем эту функцию шаблон. Шаблон функции. Темплей. Факториал. Ой, простите, я опять не туда пишу. Темплей. У него в качестве этого параметра идет int n. И что я делаю? Я пишу функцию, которая возвращает мне целое число, int факториал, которая ничего не получает. А что она возвращает? Она возвращает... Нет, подождите. Она должна будет сейчас сделать явное инстанцирование. Дело в том, что такую функцию, которая имеет параметр, но при этом значение этого параметра невозможно вывести, у него нет значения по умолчанию, да, его невозможно никак догадаться о нем, о его значении, да, значит, этот комплинатор не сможет догадаться. Значит, функцию факториал придется вызывать всегда явное инстанцирование. Ну, потому что, еще раз говорю, вывести этот тип невозможно. В этом случае я что делаю? Я говорю, вернуть значение функции факториал инстанцированной с n-1. А умножить на это? Ну, конечно, умножить на это. Да, прошу прощения, я поторопился. Это у меня бесконечное инстанцирование будет, у меня комплинатор выразится по этому поводу. Я даже не знаю, как, но явно некорректно выразится. Ну, извините, уходите невозможного. Да, мне нужно, конечно же, сделать конечным, да, то есть, если n у меня, там, чему равно нулю, в этом случае return 1. А иначе, а иначе, значит, что там у нас? Факториал, return, факториал. Правда, тут такой вот момент. Я не гарантирую, что это компилируется, я даже подозреваю, что все равно не получится. То есть, потому что здесь нужно обеспечить так, чтобы у нас происходило, я бы сказал так, частичное, как называется, сейчас, секундочку. Частичное инстанцирование, как-то так называется. То есть, при некоторых значениях параметра, оно будет инстанцироваться по-другому, потому что здесь все равно для этого инстанцирования он должен будет развернуть этот шаблон. То есть, вот эта вот ситуация, n-1 умноженная на n, она не скомпилируется. Не скомпилируется, потому что все равно, как бы он ни это не знал, он вынужден будет, скорее всего, не скомпилироваться. Это можно сделать через частичную специализацию. А по умолчанию надо сделать. А? Его нужно сделать не то, что по умолчанию. Нет. Я имею в виду, сейчас пока вообще нет запроса на его разворачивание этого шаблона. Его не требуется. Но, даже если мы его запросим с конкретным параметром, но он же понижается, понижается, когда будет ровно, все должно быть вроде бы нормально. Но, в общем-то, скорее всего, все это дело все равно не заработает. Как делать частичную специализацию, я вам сейчас рассказывать не буду. Я, потому что могу тоже ошибиться. То есть, нам нужно написать еще раз темплейт, в котором подставить. Не будем это делать. То есть, он при некоторых значениях параметров может специализироваться по-другому. Вообще. Понятно? Ладно. Это уже более высокий пилотаж обобщенного программирования, которым я не владею. Запишите вот это дело. Ну, так и напишите, что ETF не гарантирует компилированность этого дела. Скорее всего, нет. Но можно. Я не помню, как это делается там. Но можно это сделать. Так, ладно. Я что сделал? Я рассказал про вот эту штуку. А давайте теперь вот что сделаем. К любому классу, который вы хотите сделать, но не к любому, но часто, хочется прикрутить оператор вывода в поток. Ну, чтобы можно было брать, например, этот стек и на seout его отправлять. Так, какой-нибудь класс контейнер или что-то еще. А если класс шаблонный, как быть с его друзьями? Как быть с друзьями шаблонного класса? А? Шаблоны друзья. Не обязательно. Не обязательно. Но вопрос вот чем. Если я подружусь здесь с не шаблонной функцией, то вопрос, как она будет... Она же на этой компиляции с конкретными типами компилируется. То есть, как она будет со мной взаимодействовать. Знать, с каким именно там классом. Понятно? Это ничего ей не даст. Вопрос вот чем. Что у меня одновременно с этим сами шаблонные классы могут находиться в иерархии. То есть, у меня может быть иерархия елки-палки шаблонных классов. Даже более того, возможно такая ситуация, что у меня есть класс базовый, который является конкретным классом и не шаблоном. И у меня заготовлен шаблон производного класса, дериватив, дериватив, для типа Т, который является его потомок. На самом деле, формально, потомок вроде бы один в коде, а реально их тут будет столько, сколько инстанцируем. С разными типами Т это будут разные. Слово экземпляр класса, это значит объект. А в данном случае это как бы экземпляр в смысле типа. То есть, в принципе, разные классы. Не разные объекты, а разные классы. И они все являются дочерними к базовому. Кстати, вопрос. А как они по именам-то будут распределяться? А? Так полное имя. MyStack это имя шаблона класса. А имя класса, то есть, если я хочу теперь создать, ну да, кстати, я не показал, как реально воспользоваться этим классом, давайте воспользуемся. Вот у меня функция main, in main, и я могу в этой функции main создать рядышком несколько разных стеков. MyStack для целых чисел, назовем его муковкой А. Рядышком создадим MyStack. Я забыл деструктор вписать. Ну, простите меня. Деструктор там, длит. Понятно. Ладно. MyStack для чего-нибудь еще там, для стринга. MyStack для стринга. Назовем его В. Понятно? Ясно? То есть, у меня А и В имеют разные типы. Они не родственники друг друга. Не родные, не предок, не потомок, никто. Но тупо, как клоны. Понимаете? Вот они вот от одного шаблона произведены, но при этом они разные совершенно. Ни друзья, ни враги, ни дочери, ни... Понятно? Так, ладно. Что еще? Есть такая замечательная книжка Андрея Александреско. Современное проектирование на языке C++. Она такая не толстенькая. И даже в библиотеке может быть есть. Вот если вдруг кто-то хочет убиться об шаблоны и постичь дзен языка C++, это сложнее, чем постичь дзен питона. Можете попробовать. Я брался за эту книгу много раз. В какой-то раз дзен наступил. Но поскольку я не пользуюсь этим активно, то я опять подзабыл все. В общем, он там заворачивает такие вещи с шаблонами, что можно прикручивать к классу дополнительную специализацию, или что-то как-то он называет это дело еще, но в общем, подмешивание возможностей. И это главное, главное, что это не абстрактно совсем, да, то есть это реально реализовано в стандартной библиотеке C++. В стандартной библиотеке C++ заложено то, что придумал Андрей Александрович. Вот. Ладно. Значит, это дело. Давайте посмотрим, что у меня осталось по темам. Ну, да, кстати, ну дальше, как только я писал, я этим A могу пользоваться, этим B могу пользоваться спокойно, как есть. Как обычно, почти. Так. Вот. Тема. Параметры шаблонов. Так. А. Параметры шаблонов. Так, значит, такая простенькая штучка, которая заложена в стандартную библиотеку, а вот в какую библиотеку именно я не вижу. Значит, это шаблон Pair. Он описывается следующим образом. Шаблон Pair. Значит, STD Pair. Описывается он следующим образом. Темплейт класс T1, запятая класс T2, соответственно, struct Pair, пространство имен STD. У него два члена, first и second. У него есть два члена, first и second. То есть, я могу сделать следующим образом. Давайте я сразу под применение его покажу. INT MAIN. Вот я беру и делаю парочку. Пair в уголовых скобках. INT, запятая стринга. То есть, я описал такой тип, у которого структурки, у которой два параметра. Это не надо писать. Это так, это просто его описание в стандартной библиотеке. Ну, в смысле, заголовок. То есть, там, внутренность. Сейчас мы не вникаем. Оно короткое достаточно. Но смысл в том, что я могу взять и создать, пожалуйста, массив таких пар. Или одну такую пару. Понятно? Как мне пользоваться ими, этими парами? A нулевой, например, да? Точка first. Это первый. Равно нулю. Да? A точка 0. A квадратной скобки 0. Точка second. Second. Это у нас, да, Иван. Понятно? Вот так вот можно им пользоваться. Есть, во-первых, этот шаблон пары, он часто используется в самой стандартной библиотеке, он нужен. А во-вторых, самому часто бывает нужно сделать, вернуть из функции сразу два объекта, например, да? Два значения. Можно это делать при помощи этого как раз шаблонного класса PR. И он просто и понятно пишется. Так, значит, а еще, еще есть такая шаблонная функция, которая называется makePay. То есть, если мне, если мне требуется, например, там, ну, условно, там, 2A, давайте сейчас я цикл напишу, for, in, i равно от 1 до 100, i плюс плюс, в эти пары закладывать что-то, да? Что я буду получать откуда-то там, из i, и всем одинаковые имена Иван будет у меня. Что я буду в A, i тысяч, я кладу что-то. Мне нужно сделать пару. У меня есть число, у меня есть Иван. Как мне это сделать? Я не хочу писать это двумя строчками, вот так вот. Я могу взять и сказать makePayer, make, подчеркивание, pair. Ну, std, два двоеточия, makePayer. Ну, сейчас не будем писать. std, два двоеточия, makePayer. Я уже, точнее, написал. Вот. И я его туда просто беру и закладываю правильных типов значения. И, запятая, и там, иван. Он посмотрит, функция makePayer является шаблонной функцией. При инстанцировании неявном этой функции, она посмотрит на то, какого типа ей дали параметры, сделает, собственно, экземплят парой соответствующего типа и попытается присвоить, ну, вернет его, а уж тут он присвоится. Дальше может произойти, конечно, несовпадение типов ожидаемого и передаваемого. Может, не получилось присвоить, компилятор об этом скажет, вы об этом узнаете в момент компиляции. Но в данном случае, а самое главное, здесь шаблон, как бы, вроде бы и не велькает. То есть, он неявно так раз и пробежался. Понятно? Что такое интересное? А? А это массив пар, а это ито элемент, ито пара. А пара это структура, да? Публичный класс структура. У которого два атрибута, first и second. Вот я к ним обращаюсь напрямую. Понятно? Так, про пару я хотел рассказать. Что еще я вам хотел рассказать? Значит, я вам хотел рассказать про такие штуки, как каст. Помните, мы колдовали в тот раз. Дай бог сейчас успею. Так. Так, ну я боюсь, что я вам все равно хорошо про это расскажу сейчас. Ну давайте лучше, наверное, тогда не будем дальше что-то новое изобретать. Пока на этом остановимся. Давайте вопросы, если есть, по шаблонам. Ну, в следующий раз я вам буду рассказывать про стандартные шаблоны, которые, собственно, в стандартной библиотеке описаны. И там ближайшие пару занятий я буду про них рассказывать про стандартную библиотеку. Потому что я вас в нее, видите, и не вводил заранее слишком глубоко. Не рассказывал про вектор, лист, мэп, про всякие там штуки. Потому что если вы не знаете классов, не знаете шаблонов, а там именно такая... А, я еще не рассказал. Вот там ситуация будет примерно вот такая. То есть шаблонные иерархии, которые инстанцируются по запросу вашему. Раз, и у вас там целая иерархия. Да, причем там более того, там есть какие-то, которые туда как адаптер внедрены, какие-то шаблонные с какими-то там подтипами и так далее. То есть там сложная структура, возникающая по вашему запросу. Вы сказали, я хочу вектор целых чисел. И он делает там контейнер целых чисел, но что при этом он еще делает? И что можно дополнительно к этому вектору? Вектор же он аллоцирует. Ну, в общем, я расскажу вам это дело подробнее. Ну, в общем, там встроены очень мощные вещи, связанные с обобщенным программированием, и ООП вместе взяты. То есть за счет того, что можно делать шаблоны классов, возникает наслоение двух возможностей, и это достаточно жестко. Кстати, про, насколько мне известно про язык Java, в нем нет обобщенного программирования. То есть в нем все реализуется через ООП, и из-за этого там много возникает всяких трудностей. Но там тоже шаблоны есть. Есть шаблоны? Значит, я ошибаюсь. Но они какие-то там другие. Там просто пишется тоже в угловых скобках просто Т. Значит, я ошибаюсь. Я, может быть, или очень слабая информация, говорю, я не знаю язык Java. Вот. Но в Петлоне просто не нужно шаблонов. Там все функции условно-шаблоны. Все, тогда на этом все. Спасибо большое.